К концу XVII века все меняется в привычном, казалось бы, мире. Зашаталась Османская империя, еще совсем недавно бывшая мощным и влиятельным государством. Еще в XV веке, захватив Константинополь и победив Византию, она заняла огромную территорию, от Балкан до Египта, и раскинулась сразу на трех континентах – в Азии, Европе и Африке. Ее правитель считался фактическим главой мусульманского мира. Однако после поражения под Веной в 1683 году, османам пришлось распрощаться с планами дальнейшего расширения своих владений. В XVI-XVII веках пережил новый рассвет и Иран, расширившийся до границ России, отчаянно сложавшийся с османами и боровшийся с ними за лидерство среди мусульман. Но после попыток Аббаса I провести реформы и вернуть державе былое могущество, и он пришел в упадок. Миновала пора рассвета и империя Великих Моголов в Индии. В первой половине XVII века ей удалось, казалось невозможное, объединить почти всю Индию под своей властью. Но уже к концу столетия империя стала слабеть и терять одну территорию за другой. В стране начали бороться за влияние англичане и французы, голландцы и португальцы. В Китае после долгой крестьянской войны в середине XVII века под ударами Манчжура впала династия Мин. Страна оказалась разорена. Сильно пострадали города, многие из них были разрушены и разграблены. Лишь в Японии, напротив, укреплялась и экономика, и государственная власть. После долгой раздробленности сёгуны, верховные военные правители, объединили страну и приняли решение закрыть ее от остального мира, запретив японцам заниматься мореплаванием, а иностранцам, за редким исключением, пересекать ее границы. Это стало ответом на все более растущее влияние европейцев на судьбы остального мира. Уже в XVII веке усилились связи между континентами. С картой мира исчезли многие белые пятна. После крушения испано-португальской колониальной монополии в борьбу за заморские территории вступают другие европейские державы. Нидерланды, Франция, Англия, Пруссия, Швеция, Дания. Даже такие крошечные страны, как Курляндия, и те пытались заполучить свои колонии. В XVIII веке победители в этой гонке приступают к пределу мира. Одним из центральных международных конфликтов будет постоянное соперничество между колониальными державами. Десятки научных экспедиций, открытие новых земель, потрясающие воображения рост заморской торговли станут приметами этого столетия. Для заморской торговли организовывались крупнейшие торговые предприятия, нередко бравшие на себя военные и правительственные функции, и получавшие от государства монопольное исключительное право на торговлю с теми или иными регионами. Так, для торговли с Индией и рядом с сопредельных территорий в Азии, Британия, Нидерланды, Дания, Португалия и Франция создавали в XVII веке остринские компании. В XVIII веке к ним присоединятся Австрия и Швеция. А для торговли с Вестой Индией, то есть с Западной Индией, как называли тогда Америку, Нидерланды, Дания, Франция, а в XVIII веке Швеция создали вестинские компании. Не менее значительные изменения происходили и в самой Европе. Продолжалось развитие национальных государств, независимых от ставящих собственные интересы. Стремясь к внутреннему единству, власть в этих государствах усиливалась и претендовала на то, чтобы быть абсолютной, не зависящей ни от Папы Римского, ни от императора, ни от местного дворянства. Она опералась на бюрократию, работавших в органах управления чиновников, а также на профессиональную армию, заменившую средневековые русские дружины. Во второй половине XVIII века в европейских странах пройдет новая волна реформ, направленных на создание более эффективного государственного аппарата и дальнейшую централизацию управления. С окончанием религиозных войн утвердилась идея веротерпимости, мирного сосуществования в обществе, различных взглядов. Возникшее в последнее десятилетие XVII века новое идейное течение, просвещение, поставило множество вопросов о взаимоотношениях между государством и обществом, о природе власти монархов, об их ответственности перед своими народами. В XVIII веке философия просветителей приобретает огромную популярность по всей Европе. Они станут властителями умов и советниками государей. Во второй половине столетия с их помощью пройдет новая волна реформ, направленных на создание более эффективного государственного аппарата, дальнейшую централизацию управления, уменьшение роли церкви. И, наконец, ближе к концу века на базе идей просветителей произойдет две революции. Одна из них приведет к возникновению совершенно нового государства, Соединенных Штатов Америки. Другая попытается преобразовать Францию, а вслед за ней и всю Европу. В экономике продолжится развитие трех тенденций, начало которым было положено еще в раннее новое время. Будут стремительно увеличиться объемы торговли, в том числе и на большие расстояния. Монархи по-прежнему будут обращаться к политике меркантилизма и протекционизма. Все большую роль будет играть капитализм. Продолжится борьба за рынки с бытой сырья, торговой войны. Если в 17 веке в них противостояли друг другу две наиболее экономически развитые страны Европы, Нидерланды и Англия, то 18 столетие пройдет под знаком соперничества Англии и Франции. Проникновение капитализма в сельское хозяйство будет еще быстрее разрушать традиционные отношения между сеньором и крестьянами. Это откроет дорогу внедрению новых методов использования земли, увеличению производства сельскохозяйственной продукции и в конечном итоге позволит прокормить стремительно растущее население Европы. Одновременно все ярче будут проявляться и отрицательные последствия изменений в экономике. Продолжится обеднение дворянства. Оно станет еще больше зависеть от щедрот королевской власти. Монархи столкнутся с невозможностью обеспечить процветание своих стран при сохранении традиционных налоговых систем. Часть крестьян потеряет землю. Расширение крупного промышленного производства придет к массовому разорению ремесленников. Изменилась к концу 17 века и повседневная жизнь людей. Научная революция не просто соединила теорию с практикой, превратила ученого в профессионалы и показала, что все в природе живет по своим законам, а человеку остается лишь познать их и обратить себя на пользу. Она привела к внедрению множества изобретений, от термометра до телескопа, от шприца до минутной и секундной стрелок у часов. Новые представления о космосе впервые позволили мореплавателям уверенно ориентироваться в пространстве. Создание микроскопа раскрыло многие тайны человеческого тела. В 18 веке столь ярких перемен уже не случится, и все же жизнь европейцев за столетия поменяется весьма существенно. Будут по-прежнему увеличиться количество и размеры городов, но отныне власти станут задумываться о том, чтобы организовывать жизнь в них рационально и делать ее удобнее. Мода, мебель, питание станут значительно разнообразнее. Улучшение путей сообщения придет к тому, что европейцы будут намного чаще путешествовать, перемещаться с места на место. Таким будет 18 век, открывающий очередную страницу истории нового времени. Продолжение следует...